На что можно потратить более 900 миллионов рублей? Построить школу, несколько детских садов, благоустроить десятки дворов? К сожалению, в нашем случае это деньги, которых попросту нет. Сумма, которую должны управляющие компании Щелковского района ресурсо-стабжающим организациям, давно уже вышла за рамки разумного. Почти миллиард средств за последние годы недополучили газовщики, поставщики электричества и воды. Острый вопрос по решению данной проблемы мы поставили в рамках круглого стола с участием представителей органов местного самоуправления, управляющих компанией, общественной палаты района и представителей советов многоквартирных домов. Я прошу, чтобы у вас родилось понимание, что если мы не решим за этим круглым столом, как нам дальше жить правильно, то следующий долг, который будет сформирован и сформирован за 2015-2016 год, не позволит жителям своевременно включить горячее водооснабжение после окончательного отопительного периода, а потом и отопление с началом отопительного периода. В этом году такой коллапс был близок, как никогда. Котельная на улице Центральная была отключена от газа из-за долгов управляющей компанией ЖКО, управления, общая задолженность которой в данный момент составляет почти 70 миллионов рублей. Для пуска тепла понадобилось вмешательство прокуратуры и решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отчасти помочь в кризисе с долгами должно было лицензирование управляющих компаний, которое прошло весной этого года. Та же ЖКО, не получив лицензии, ушла с рынка. Однако ее место быстро заняла другая управляющая компания с говорящим названием «Альтернатива». Была проверка управляющих компаний. И некоторым мы поставили не только два, а мы просили областную прокуратуру завести уголовные дела на эти управляющие компании. Сегодня одни и те же люди являются правоприемниками тех управляющих компаний, выдвигают себя в новом формате. Мы понимаем, что ничего они не сделают, ничего они не дадут населению. А те долги, которые они накопили, кто-то должен возвращать. ЖКО не получает лицензии. Они даже не выходят, чтобы получать эту лицензию. И по этим же домам от тех же самых лиц выбирается, формируется компания «Альтернатива». Чтобы не платить долги, пусть кто-то заплатит. Альтернатива уходит для того, чтобы создавать новые долги. Вопрос о легитимности управляющих компаний, зашедших на рынок после процедуры лицензирования, решать госжилинспекцией и правоохранительным органам. Однако, чтобы урегулировать кризисную ситуацию с долгами, необходимо предпринимать меры. Так, один из новых методов работы, рекомендованный правительством Московской области, это расщепление платежей посредством регионального единого расчетно-кассового центра. Некоторые жители также утверждали, что готовы заключать прямые договоры с ресурсниками. В любом случае, управляющие компании, как посредники в перечислении средств, явно себя не оправдали. Они должны заниматься обслуживанием и ремонтом, то есть содержанием конкретно дома, а не быть посредником между собственником и ресурсосберегающей компанией. Я думаю, что те компании, которые будут уходить от подобного рода документов, эти компании, в конце концов, приведут эти дома к очередному дефолту. Обсудили и наболевшую для жителей проблему двойных платежных квитанций. С 1 мая жил фонд от управляющих компаний, не получивших лицензию решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, был передан муниципальному предприятию ДЖКХ до проведения конкурсов по выбору новых компаний, а также проверки их легитимности госжилы инспекции Московской области. Так, например, решение легитимности прошедших выборов организации ЕДС Щелкова госжилы инспекции региона приняла только 1 ноября. До этого момента компания не имела никакого права осуществлять деятельность по управлению домами, а тем более выставлять счета. Тем не менее, за лето от ЕДС платежки приходили и не единожды. В конечном счете присутствующие на заседании решили, что этот вопрос поднимать без участия правоохранительных органов бессмысленно. Так было решено, что представители ДЖКХ совместно с сотрудниками ЕДС Щелкова, альтернативы и других компаний, с которыми возник конфликт, встретятся и обсудят данные вопросы отдельно, представив жителям все документы, необходимые для понимания, кому и за что платить. Также споры между управляющими компаниями по определению легитимности в данный момент будут вынесены на уровень госжилы инспекции и областной прокуратуры. Все претензии жителей по качеству работы компании будут рассмотрены районной администрации в индивидуальном порядке. Александр Гранич, Александр Оржевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».